Друзья, всем привет! А сегодня у нас очередная подборка полезных советов и простых самоделок, которые могут пригодиться каждому. Так что присаживайтесь поудобнее, а я начну. Как-то убираясь у себя в мастерской, я изо всех углов повытаскивал кучу отверток, пару стамесок и пассатиж. Хранятся они у меня обычно в ящике для инструментов и работать не особо удобно, постоянно их складывая и доставая. Поэтому в процессе работы они просто перестали в эти ящики убираться и разбрелись по всей мастерской. Хочу исправить эту ситуацию и для этого нам понадобится вот такая багажная резинка и кусок перфоленты. Перфоленту ломаем на маленькие кусочки. У меня получилось сделать вот такие кусочки с тремя большими отверстиями. Это больше зависит от толщины багажной резинки. После того, как наломали много кусков перфоленты, берем саморезы и крепим резинку на перфоленту, оборачивая кусочки ленты вокруг резинки и прикручивая все это саморезами к стене. Сначала с одного края, потом с другого. И так крепление за креплением. Вот и все. Получилась отличная приспособа для хранения отверток и прочего ручного инструмента. Благодаря тому, что резинка тянется, в ячейки могут помещаться инструменты с различной толщиной. Что делает эту штуку очень универсальной. Что делать, если необходимо рассверлить небольшое отверстие, в моем случае на 8 мм, до, например, 16 мм. Так как отверстие уже есть, центровать перьевое сверло проблематично. В этом случае нам поможет обычный мебельный шкант или любой деревянный чопик подходящих размеров. Просто его вставляем в отверстие и высверливаем пером нужного диаметра. Но что делать, если отверстие необходимо расширить не с 8 мм, а, например, с 16 до 25 мм? Шкантов или чопиков нужных размеров нет, и делать их не очень быстро и удобно. Тогда подойдет любая дощечка, в которой сверлим отверстие необходимого диаметра. А затем центруем отверстие дощечки с отверстием, которое нужно расширить. А далее, хорошо удерживая, расширяем наше отверстие, используя дощечку как кондуктор. Кстати, вот интересный способ, как модернизировать обычную коронку по дереву. Подойдет абсолютно любая. Для начала понадобится двухсторонний скотч, который мы наклеиваем по длине окружности коронки. Лишнее отрезаем. Затем берем наждачную бумагу и делаем с ней то же самое, что и со скотчем. То есть, нам нужен кусок равной длине и толщине наружной окружности коронки. Далее, просто отклеиваем защитную ленту от скотча и приклеиваем наждачку. Так мы получим готовую барабанную шлифовальную насадку на дрель за 5 минут. Также делая отверстие этой коронкой, мы получим очень ровные гладкие края и отличную внутреннюю поверхность отверстия. Вот простой способ модернизировать кисточку для повышения комфорта работы с ней. Для этого нам понадобится 4 стяжки. Их фиксируем на кисточку, как на видео. Далее, торчащие концы обрезаем, оставив примерно по сантиметру. Готово! Вот для чего это все нужно. Работая с кисточкой, ее иногда нужно положить на стол. При этом щетина не должна касаться поверхности стола или того, на что она кладется. Так как можно испачкать стол, а также к кисти прилипнет грязь и пыль, которая впоследствии упадет на окрашиваемую деталь. Для этого и пригодится наша модернизация с помощью стяжек, ведь теперь кисть не дотронется своей щетиной до поверхности. Иногда приходится что-то собрать, разобрать, и часто изделия имеют маленькие детальки или винтики, которые так и хотят куда-то случайно пропасть. Чтобы этого не было, возьмем любую клейкую ленту и обернем ей липкой стороной кверху любой брусок или деревяшку, который есть под рукой. Теперь все винтики и детали кладем на этот липкий брусок и не боимся их потерять. Можно пользоваться магнитом, если все детали магнитятся. Если нет, то клейкая лента поможет. А вот еще классное применение обычных стяжек, которые мы берем и степлером прибиваем к стене, если она у нас деревянная или, как в моем случае, из фанеры. Далее берем провод и зажимаем его стяжками. Все, теперь провод не болтается и аккуратно закреплен к стене. Вот такие простые советы и самоделки я сегодня хотел вам показать. Надеюсь, для себя вы нашли что-то полезное. И если это так, то ставьте лайк и делитесь с друзьями этим видео. А также напишите в комментах, какой именно совет или самоделка вам понравилась больше. Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!